Приветствую вас на канале Europlay. На канале еще не было набора навыков с луком, давайте исправим эту ситуацию и соберем набор навыков под названием Аватар. Наше первичное оружие это конечно же лук Plane Slider. Боеприпасы мы не берем никакие, а бонус скачаем скрытность. Да, с луком играть тяжело, но кто сказал что будет легко? Это же Аватар. В качестве вторичного оружия у нас пистолетный арбалет. Качаем мы его следующим образом. В качестве боеприпасов возьмем взрывные болты, ствол берем скелетная основа, бонус опять же скрытность. Рукоятку используем, камуфляжная рукоять, а прицела не берем никакого, так как нам очень важно чтобы у нас был минимальный риск обнаружения. В качестве ближнего боя мы берем дубинку Clover. В принципе любая палка подойдет, но к сожалению у нас нету других палок, поэтому дубинка Clover подойдет. Тем более нам надо максимально приблизиться к настоящему Аватару. В качестве метательного мы берем копье. Копье весьма неплохое оружие. Оно позволит вам вырубать бульдозеров. Напоминаю что данный набор навыков построен именно для уровня сложности вандаун. Причем огромное преимущество копья в том, что его можно использовать многократно, стоит только его подобрать. В качестве снаряжения у нас медицинская сумка, броня, костюм двойка, а перк шпион. Ну что, давайте теперь посмотрим что же у нас там в навыках. А в навыках у нас все следующее. У медика мы качаем боевой медик базовый уровень, скорую помощь на ПРО, боевой врач на ПРО и вдохновление на ПРО. У командира мы качаем навязанную дружбу базовый уровень, лидера на ПРО, джокера на ПРО, сообщника на ПРО, стокгольмский синдром на ПРО и спекулянта базовый уровень. У снайпера качаем стрельба стоя базовый уровень, мастер винтовок на ПРО и приоритетная цель базовый уровень. Таким образом у вас есть две полные аптечки, вы можете поднимать своего напарника криком. Все хотят дружить с аватаром, в том числе и копы. Вы можете взять два копа в заложники и они будут сражаться на вашей стороне. Благодаря заложникам вы восстанавливаете свое здоровье. А навык стокгольмский синдром позволит вам выйти из-под стражи даже во время штурма, если у вас были какие-либо заложники. Вы очень быстро прицеливаетесь, на вашем оружии повышена стабильность, вам легче прицеливаться, а также помеченные вами противники получают на 15% больше урона. Двигаемся дальше. Ветка штурмовика. Здесь мы качаем у охотника загнанный зверь базовый уровень, а у танка качаем стойкость базовый уровень, крепкий орешек базовый уровень и транспортер базовый уровень. Кидаем сумки подальше, при взаимодействии с каким-либо предметом получаем урона меньше и также восстанавливаем свою крошечную броню побыстрее. Ветка техника, притеснитель, мертвая охватка, базовый уровень, поднимет нам точность на 8 единиц. Двигаемся дальше. Ветка призрака, неуловимый, пригнись и прикройся, на про. Паркур качаем на базовый уровень, глубокий карманный базовый уровень, заземленный на про, а подый ублюдок базовый уровень. У бесшумного убийцы качаем второе дыхание базовый уровень, оптические иллюзии базовый уровень и ниже пояса базовый уровень. Благодаря этим навыкам мы становимся намного мобильнее. В луке у нас всего одна стрела и поэтому тазер для нас огромная проблема, но с навыком заземленный тазер для нас теперь не опасен. У нас очень большой процент у воротов, а также у нас есть критический урон. А так как у нас минимальный риск обнаружения, то критический урон будет наноситься довольно часто. Двигаемся дальше. Ветка беглеца. Здесь у выжившего мы качаем, как обычно, 9 жизней, который дает нам еще одно падение и лебединую песню. Если у вас осталось очень мало стрел, то на аналоге лебединая песня вы можете их создать, а уже после собрать. Ну а теперь, пожалуй, самое время посмотреть на набор навыков в деле. Три аватара будут проходить карту Снежное Рождество на уровне сложности вандаун. Чтобы нам легче было понять, когда у нас критический урон, я поставил специальный мод. Хит это простой удар, а крит это критический урон. Так как у нас минимальный риск обнаружения, то некоторые карты мы сможем даже пройти по стелсу. Но как только мы спалились, мы можем спокойно продолжать миссию. Ну а теперь давайте разбираться в нашем наборе навыков. Почему был выбран именно этот лук, а не английский длинный лук? Вся проблема длинного английского лука в том, что очень долгая перезарядка. Если у арбалета это еще можно терпеть, то у лука ну никак не получается. Второй недостаток английского длинного лука в том, что у него очень маленький боезапас. Играя с луком, не стоит забывать, что вам нужно постоянно перезаряжаться. Если же вас поймал тазер, то вы сможете отцепиться от него, нажав клавишу F на клавиатуре. Поэтому то мы и качали навык под названием Заземленный. В процессе игры очень часто стрелы улетают очень далеко и до них невозможно дойти. Но их можно всегда нафармить. Если у вас заработал навык Лебединая песня, то нажимайте и отпускайте левую кнопку мыши до тех пор, пока Лебединая песня не завершится. А когда вас поднимут, вы можете подобрать эти стрелы. Взрывные болты, которые мы используем на пистолетном арбалете, ни в коем случае нельзя бездумно тратить. Ибо эти боеприпасы можно восстановить только из сумки с патронами. Поэтому если сумки с патронами вообще нет ни у кого, то используем пистолетный арбалет только в крайнем случае. Нашего аватара не так-то просто посадить. Благодаря стокгольмскому синдрому он может выйти из-под стражи даже во время штурма. Для этого нужно заранее иметь заложников, а также нажать клавишу пробел. На этом видео это будет показано. На уровне сложности вандаун довольно-таки легко попасть в тюрьму. Поэтому навык стокгольмский синдром будет очень полезен. Очень важно перевести врага на свою сторону. Взять копа в завожники и тогда он будет сражаться на вашей стороне. А благодаря навыку лидер мы можем заставить сразу два копа сражаться одновременно. Вот смотрите как выручает лебединая песня. А то так можно было очень быстро провалить миссию. Не можно использовать пистолетный арбалет, так как я нашел сумку с патронами. Давайте добьем этого бульдозера. Заодно вы видите насколько часто выпадают криты. Полечились. Вперед. Как бы это смешно не звучало, но копье которое у вас есть наносит огромный урон. И можно действительно смело вырубать бульдозеров. Что касается лука, то необходимо учитывать дистанцию до цели, скорость ее передвижения и стрелять с поправкой на упреждение и гравитацию. Проще говоря, нужно просто потренироваться. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Отлично, у нас уже есть 4 копа. Хотя мы можем и 6 взять. Тогда вообще все по красоте будет. С этим набором навыков нужно обязательно иметь друзей копов, так как они еще и восстанавливают вам жизнь. Если у вас имеется сумка с патронами, то в принципе щитов можно вырубать пистолетным арбалетом. Данный набор навыков любительский, поэтому набивать огромное количество фрагов не получится. Но зато почувствовать себя аватаром и в то же время индейцем, я думаю, что получится. Главное научиться луком стрелять, как батька. Немного мыслей вслух. Конечно, это очень смешно, что копья и луки наносят такой огромный урон, но иначе бы с этим оружием вообще невозможно было на уровне сложности вандаун играть. Вы только представьте, это же как надо замахнуться копьем, чтобы нанести урона на 3250. Вот она силушка богатырская. Так что смех смехом, а копье тащит дубинкой по мордасам и коп тоже сдается быстро. Правильно, правильно, а то я копье могу достать. Они знают, что лучше не доводить дело до этого. Нам как раз не хватает одного копа. Будет в самый раз. Шесть помощников. Так, ну тут что-то совсем плохо все. И тазер, и бульдозер. Так, прицеливаемся. Ай, промазал. О, попал. Кстати, в своих друзей-копов старайтесь стрелы не метать, а то они и так и будут с ними бегать. Пустая трата стрелы, причем обратно вы ее вернете. Ой, как не скоро. В будущем может быть эту проблему решать, но насколько долго это будет неизвестно. Так, еще один заложник. Отлично. Не могу перевести. У нас уже есть пять друзей-копов. Нам бы еще одного. Как раз хороший комплект будет. О, смотрите, капитан прибежал. Самое то. Как раз соскучились по капитану. Он давно не видел пистолетный арбалет. Ну, еще он пока дойдет. Столько времени пройдет. Поможем нашему пилоту. О, лебединая. Ну, когда лебединая, тогда и пистолетный арбалет можно использовать неограниченно. Ой, не туда стрельнул. Ой-ой-ой-ой, черно-белый. Аптечка, аптечка, аптечка. Фух, успел. Ну все, полечился и в путь. Можно идти капитана вырубать. Спешить не будем, он все равно еще не на своей позиции. С этим набором навыков мы стреляем довольно-таки редко. О, смотрите, капитан зафиксировался. Все, побежали. Встретим его. Передадим привет капитану. Опа! Опа! Ну все, капитан сейчас побежит обратно и будет пончики кушать. А мы продолжим свое занятие. О! Два человека на лебединой. Это не очень хорошо. Не, ну я так долго не пролежу. Поднимите, пожалуйста. Спасибо. Замечательно. У нас уже есть 6 заложников. 6 копов, которые нам помогают. Ну вот, мы снова можем использовать сигнальный огонь, чтобы вызвать вертолет. Он прилетит, и мы можем скрыться с этой карты. Как вы успели заметить, с капитаном мы смогли спокойно справиться. Еще мне осталось вам показать, как работает навык Стокголемский синдром. Но давайте чуточку попозже. Практически полностью выполним миссию. А потом я специально попаду в кастаде. Для того, чтобы продемонстрировать вам, как это все работает. Так, ну что, надо подать сигнальный огонь. Добежим, добежим, добежим. Замечательно. Ну, ладно, полечусь. В кастаде всегда успеешь попасть. Не будем уносить никакую добычу. Я просто покажу вам, как же играть с этим набором навыков. Как же хорошо, что нам выпала халявная пачка с патронами. Всегда можно восстановить взрывные болты. Так, кто-то потерял одного друга. Надо бы нам его восстановить. Да, к сожалению, иногда мы теряем своих помощников. В принципе, получается, что на канале уже были следующие наборы навыков. Где мы использовали гранатомет, лук, арбалет, штурмовые винтовки и дробовики. Какой-никакой, а выбор уже есть. Причем в каждом наборе навыков есть свои различия, именно по навыкам. Опаньки, электрик, а ну отпусти. Его самого током ударило. Ну что, я думаю, самое время показать, как работает навык стокгольмский синдром. Сейчас будем потихонечку падать. Главное, чтобы напарники держались. А то так и миссию провалить можно. Ну, я надеюсь, меня скоро поднимут. Ну, судя по текущей ситуации, видимо, не скоро. Ну ладно, ничего, мы еще полежим, позагораем. Правда, солнышко особо не видно. Да и пляжик далеко. Как же я люблю, когда тебя поднимают, а ты ослеплен. Ты прямо вот четко знаешь, что надо делать дальше. Понятно, что уносить ноги, но куда? Ну, я сейчас разрешаю себя расстрелять, так как все равно попаду в кастаде. И очень быстро оттуда выпрыгну. Так, черно-белый экран, отлично. Главное, чтобы меня подняли. Вот, я сразу взял еще одного заложника. И сейчас попаду в кастаде. Итак, смотрите. Стокгольмский синдром. Нажмите прыжок, чтобы выйти из-под стражи. Нажимаем и выходим. Причем это вы можете сделать только один раз. Ну что, все. Самое время покинуть территорию. Я надеюсь, что вам понравится этот хардкорный и любительский набор навыков. Под названием Аватар. Итак, мы все собираемся в одном месте и улетаем. Благодарю всех, кто смотрел это видео. С вами был Юрок. Оставайтесь на канале Юроплей. Ждите новых видео. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!